Рязань Горгаз проводит дополнительные проверки газового оборудования. СМС-сообщения рассылают тем, кто не выполнил свои обязательства и не предоставил газовикам доступ во время планового техобслуживания. Когда специалисты должны прийти по плану, всегда можно посмотреть на официальном сайте компании. Летом я пропустила проверку газовых приборов. Отсутствовало. Но на днях пришла СМС-ка от Горгаза. Я позвонила по телефону. У меня назначили время визита. Я внимательно отношусь к проверке газа. И хочу быть спокойна, что у меня все нормально и все в исправности. Газовое оборудование – это, как известно, источник повышенной опасности. Для Риммы Федоровы это не просто слова. В ее доме отопительный газовый котел, водогрейная газовая колонка, газовая плита. Утечка в соединении может привести к взрыву, а неисправность дымохода к отравлению угарным газом. Как объясняет специалист, оборудование, не прошедшее техобслуживание, увеличивает риск аварий. Внеплановые проверки – это дополнительное мероприятие к ежегодным техническим обслуживаниям. Цель – повышение безопасности газифицированного жилищного фонда города Рязани. За 9 месяцев текущего года дополнительно проверили 1819 квартир и домовладений. Выявлены нарушения, такие как неисправность автоматики безопасности газового оборудования, самовольное подключение и ремонт газовых приборов, а самое основное – это отсутствие тяги в домовых и вентиляционных каналах. Вынуждены были отключить газовые приборы, так как оно создавало угрозу жизни и здоровью граждан. Особое внимание газовым приборам с отводом продуктов сгорания – это отопительные котлы и газовые колонки. При отсутствии тяги включать их категорически запрещено. Так, чтобы зажечь котел, убедились, что газом у вас не пахнет, открыли окно. Приложили листочек, проверили тягу, вот, прилипает, значит, тяга хорошая. Впереди долгие зимние вечера, теплые встречи и семейные праздники. Римма Федорова спокойно, газовые приборы в порядке, а значит, в доме будет уютно, а главное – безопасно. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».